Владимир Путин призвал обеспечить права граждан в связи с расширением полномочий полиции. Об этом президент России заявил на коллегии МВД. В прошлом году в федеральный закон о полиции были внесены изменения, которые дают полицейским право в том числе проникать в жилые помещения и транспортные средства, если поступило сообщение о происшествии. Наступательную борьбу с криминалом Путин назвал важнейшим приоритетом в работе МВД. Безусловно, важнейший приоритет активная наступательная борьба с криминалом. При этом хочу это особо подчеркнуть. Права и свободы граждан должны быть гарантированы. Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон. Мы согласились с предложением министра, с вашими предложениями о том, что работа по горячим средам является чрезвычайно важной для раскрытия эффективной работы правоохранительной системы в целом. Но и опасения правозащитников не решены определенных оснований. Прошу это иметь в виду. Путин также потребовал незамедлительно высылать мигрантов за нарушение российских законов. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте преступлений среди иностранцев. По его словам, зафиксированы групповые нарушения правопорядка. Кроме того, после высылки из страны нарушители меняют паспортные данные и возвращаются. Это еще одна проблема. Путин заявил, что эффективная борьба с экстремизмом связана именно с миграционной сферой. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность служит основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России. В России периодически происходит столкновение с мигрантами. Недавний случай в Екатеринбурге. Несколько человек избили девушку и ее мать. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился обеспечить безопасность жителей. В частности, вице-губернатору поручено встретиться со всеми диаспорами Южан, проанализировать правомерность их нахождения на территории страны и региона, а также предупредить о том, что такие вопросы будут достаточно жестко пресекаться. По словам губернатора, подобных уличных нападений в районе новой сортировки насчитывается уже более 20. К нам присоединяется политик, публицист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с мигрантов. Тем более, что эту тему обсуждали и в Госдуме накануне. Вецпремьер Марат Хуснулин выступил в очередной раз с заявлением, что стране нужно больше трудовых мигрантов и посоветовал лучше считать экономику законов. При этом есть ощущение, что обстановка ухудшается. Но, во всяком случае, мы довольно часто слышим о столкновениях и массовых драках в районах, где живут приезжие, и о том, что местным жителям там не очень комфортно. Что происходит с миграционной политикой в России сейчас? Происходит абсолютная катастрофа, которая является следствием наглости, жадности, беспринципности и бесконтрольности наживы российского правящего олигархического капитализма. Сначала они сюда завозят миллионы людей без каких-либо законодательных норм, регулирующих этот завоз. А потом они начинают делать вид, что они тут борются с преступностью в среде мигрантов. Но, собственно говоря, смотрите, если сюда привозятся люди, которые не, как бы трудовые договора, которых не регистрируются, и Хуснулин открыто говорит, что это делать не надо, судя по всему, поскольку мигранты получают по каким-то причинам на 30% зарплаты меньше, а работают на 50% больше. То есть вице-премьер России публично в Госдуме признается в преступлении нарушения трудовых прав людей на основании того, что эти люди не граждане России. Да, но он, кстати, более того там, извините, что перебиваю, он более того же сказал, что если не будет мигрантов, то придется людям повышать зарплату. Да. Стало быть, они и не регистрируются нигде. Я когда был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте, когда мы в Уфе встречались с Путиным, тогда был еще Рамадановский, и обсуждалось это тело миграционной политики. Я тогда выступил и предложил просто пакет мигранта, который включает в себя регистрируемый у государства договор с работодателем, с которым работодатель платит налоги и без которого человек просто не может работать, включает в себя билет туда-обратно в два конца с понятной датой приезда или прилета в Россию и отъезда или отлета. Обязательную медицинскую страховку. Мы видели, что когда разгар ковида среди трудовых мигрантов в Москве, по крайней мере, я это знаю точно, да и в других регионах, был просто какой-то кошмар, чума, моровое поветрие, их никто не лечил по большому счету. Кроме этого, должно быть четко работодатель должен отвечать, причем по закону, статусам и штрафами за место, где проживает человек, которого он пригласил на работу, снимает ли он квартиру или его обеспечивают этим работом. И в Винсонсе у этого должна быть трудовая виза, которая выдается на основании предыдущих четырех документов. Договора, страховки, билета и понятной регистрации. Ничего этого нет. И не может быть, потому что Хуснулин открыто говорит, что нажива любой ценой за счет эксплуатации фактически штрейкбрехеров, которые отнимают у россиян рабочие места, это, как говорится, выгодно и это прибыльно. Но кому? Анализирую я дальше выступление Марата Хуснулина, которым я своим ушам не поверил, я вообще не понимаю, почему партии в Думе, которые называют себя оппозиционными, не устроили ему обструкцию. Причина этого могла быть только одна. Они, очевидно, а олигархи, входящие в эти так называемые оппозиционные фракции, очевидно, зарабатывают на эксплуатации труда мигрантов. Неважно, в Москве это или в других регионах. Потому что он сказал конкретно, говорит, нас должно быть как в Дубаях. В Дубаях миллион арабов, 8 миллионов трудовых мигрантов и 12 миллионов туристов. В Дубае живут прекрасно 14% только от нефти, все остальное от денег. Ну хорошо, давайте проанализируем. Вот миллион – это примерно богатеи, начальники всех мастей. Понимаете? Их примерно миллион. От рублевки, такими метастазами, они расползлись по всей стране. 8 миллионов – они уже привезли сюда трудовых мигрантов. Хуснулина уже, значит, 6, ему еще полтора-два надо. 12 миллионов – сейчас туристов нету. Это же не нас считают туристами. Нас вообще не упоминают в этой схеме. А это, очевидно, китайцы, когда границы откроются после ковида, они будут зарабатывать на китайских туристах. А что же делать остальным 139 миллионам россиян, которые в эту схему не попадают, труд которых нерентабелен, то есть нам с вами? Нам очень надо подыхать. Вот эта позиция правительства. Я хочу, чтобы этот человек ушел в отставку вместе со всем своим кабинетом. Такая политика социальная по отношению к своему народу в любой вменяемой стране названа была бы преступной. Это антинациональная и антисоциальная политика. Он выступает с такими заявлениями, и никто ему в лицо не скажет, как вы смеете это говорить гражданам России, что труд граждан России, видите ли, нерентабелен, поэтому будем заводить рабов, которые будем эксплуатировать, потому что нам плевать на граждан России, мы не обязаны их обеспечивать работу. Зарплата будет слишком высокая. Но вот, кстати, от федеральной повестки, переходя к региональной, какую, на ваш взгляд, роль играет миграционный вопрос в политике регионов, в том смысле, что это такая вполне благодатная тема для зарабатывания политических очков губернаторам, например, объявить о защите жителей от нарушителей, о сохранении их рабочих мест, граждан России. Да, это абсолютно. Вы не понимаете, как устроена современная политика. Им выставляют KPI. Каждый такой скандал, это понижает так называемый KPI, коэффициент эффективности губернатора, главы региона. Это абсолютная фигня, поскольку все эти толпы строителей нелегальных завезены сведомо региональных чиновников. Это же не тайком какая-то мафия таинственная, провозят их там в теплушках. Эти люди строят те самые дороги, по которым потом губернаторы отчитываются перед Москвой по дешевке, 30% меньше зарплаты, 50% больше рабочий день. То есть вместо 8 часов по 12 часов люди работают, между прочим. А вот они все это делают. И кто мне докажет, я не поверю тому, что губернаторы не в доле, их замы не в теме. Поэтому вопрос, когда все строительство, эти огромные деньги курируются региональными властями. Дальше что происходит? Когда, допустим, человека нанимают построить дорогу. Вот они привезли там 15 тысяч, допустим, таджиков. Дай Бог здоровья всем таджикам. Я очень люблю этот древний прекрасный народ. Это не в обиду будет им сказано. Потом, значит, вот они полгода работают. Через полгода кончилось строительство. Эти 15 тысяч человек, так как у них нет обратного билета обязательного, нет прописки, нет контракта, они там и остаются. А им что делают? Вот они стоят на дороге, пожалуйста, поезжайте по Ярославке, выезжайте по Ярославскому шоссе из Москвы, там стоят под мостом, под эстакадой, люди ждут, чтобы их наняли. Но на всех такого найма нету. Поэтому сейчас они пополняют криминалитет. Этот криминалитет среди мигрантов, прямое следствие преступной социальной политики в отношении граждан России и нынешних властей. Это прямое следствие. Нынешняя власть, эти люди в погонах, которые там сидели перед Путиным, которые курируют миграционную политику, дабы у Рамадановских, на мой взгляд, толку было больше, чем когда это МВД передали. Зато, конечно, они стали жить жирнее. Понимаете, это понятно. Вот они несут прямую ответственность за эту преступку. Хорошо, тогда вот эти сегодняшние заявления президента Путина на коллегии МВД, это все-таки руководство к действию или такой сеанс психотерапии, чтобы всех успокоить и призыв гарантировать права граждан, кстати, при расширенных полномочиях полиции, будет ли услышан? Еще раз, МВД сегодня отвечает за эти патенты и за миграционный приток, за эти миллионы. Они на этом зарабатывают огромные деньги. Я не поленился, поговорил с несколькими десятками людей, которые работают в такси и так далее. Я не знаю практически ни одного, кто легально получил бы патент. Все они получают с переплатами, то есть с коррупционными деньгами, покупают себе эти патенты. Вот эти генералы, которых вы показываете, я не знаю, кто из них за это отвечает, но это их подчиненные, между прочим, продают левые нелегальные патенты на пребывание и на работу человека в России. На какую работу? Значит, просто на пребывание фактически с последующим поиском самостоятельной работы, не убывание на родину. И потом, естественно, когда какая-то часть вот этих приезжих начинает заниматься криминальной деятельностью или у них крыша едет, ну, и это понятно, потому что они просто становятся люмпенными, абсолютно асоциальными элементами, за которых никто не отвечает. Ни МВД не несет ответственности, ни работодатель, если контракт закончен. Никто. Пожалуйста, сами идите, там выбирайте. А они, правда, приехали, может быть, из далеких кишлаков, где женщины ходят в чадрах, в паранжах, понимаете, и у них крышу сносят, когда они там идут по центру Москвы. И вот они пополняют преступность. И потом, кто же занимается этой преступностью? Да те же самые, кто их сюда и впускает. То есть эти самые полицейские. То есть, получается, сами, как говорится, выращиваем преступников, и сами потом их ловим, зарабатываем на эти причины и погоны. Поэтому президент абсолютно прав именно к этим людям, к этим людям, обращая фактически, я считаю, что он им выразил, вот он, недоверие. Потому что именно они полностью отвечают за этот разгул преступности вместе с этими хуснулиными и губернаторами, которые эксплуатируют труд этих рабов. Спасибо. Политик, публицист Максим Шевченко был с нами на связи. Продолжение следует...